добрый день уважаемые подписчики канала академии трейдинга инвестиций меня зовут андрей и в этом видео мы начнем серию мастер-классов по трейдингу уже непосредственно с темы который недавно я анонсировал такой цикл мастер-классов вот где мы будем обсуждать такой современный трейдинг его особенность проблемы и всякие психологические моменты в торговле которые навряд ли вы где-то найдете других источниках но я собственно со своим 10-летним опытом помогу вам с ними разобраться также анонсировал такой небольшой опрос в предыдущем видео о том какие бы вы темы хотели услышать я все записал все прочитал то все интересное но начнем мы этот цикл мастер-классов с такого принципиального на самом деле момента на мой взгляд и что он важный это то почему общие люди приходят в торговлю именно в электронный трейдинг какие у них на это есть основание стремление убеждения истинные ложные и попробуем с этим разобраться я считаю что это очень важный момент потому что если вы опираетесь на ложное утверждение в каком-то деле в котором вы хотите преуспеть то удача к сожалению будет далеко от вас и если вы неправильно поставите цели то вы ее она вряд ли достигнете вот с другой стороны в то что я сейчас покажу если вы это видео отправить другим ребятам которые допустим только собираются этим заняться возможно это их немного осадит с неба на землю и позволит наиболее реально взглянуть на на эту работу на мой взгляд которая не всем подходит вот и сегодня мы с вами об этом поговорим и так первый первый момент как ни странно это звучит вы должны ответить на вопрос зачем вас вообще собрались этим заниматься несколько лет назад я записал видео которое называется там 10 ошибок трейдинга трейдера вот набрала там кучу просмотров вот я рассматривал какие-то технические моменты но самое главное я в нем не раскрыл и самый главный вопрос это зачем ну так будем тезисно пока писать ну фактически это цель да зачем вы собрались этим заниматься и здесь нужно конечно пояснить и так зачем ну самый простой ответ на этот вопрос естественно для того чтобы заработать деньги то есть поднять свое благополучие зачем а напишем благополучие что значит благополучие если вы хотите получить благополучие от этого вида деятельности ну допустим в 30 лет до или в 40 может даже в 50 это значит что у вас этого благополучия сейчас нет то есть чему я клоню так как я довольно долго занимался обучением в разных компаниях торговли через меня прошло очень много народу сотни человек вот естественно я с каждым общался потому что я занимался больше индивидуально вот и приходилось довольно плотно погружаться в мир скажем так будущих трейдеров чтобы понять их их мотивацию вот и вот в этом вот с этой проблемой приходили большинство людей то есть люди шли за деньгами в сферу в которой вообще ничего не понимали и не хотели в ней разобраться и преуспеть чтобы выйти выйти на вот это благополучие нужны в любом случае годы да но почему-то на форексе да или вообще на рынке принято так что если я сейчас вот изучу этот вопрос там за несколько недель или месяцев я могу очень резко зарабатывать быстрые деньги что значит быстрое и откуда это идет это идет естественно от агрессивной рекламы которая была и в двухтысячных нулевых когда я начинал этим заниматься ну не нулевых это были был там 13 десятых года то есть из каждого утюга шла реклама о том что ребята приходите здесь все просто приносите денежки торгуйте и зарабатывайте бесконечное количество денег на огромном количестве инструментов на простейший торговой платформе и будет вам то зачем вы сюда пришли это благополучие то есть вы можете лежать на мальдивах на лежаке и с ноутбука управлять своими финансами зарабатывать все больше и больше но как показывала практика никто на мальдивах не валялся кроме кого правильно же руководители брокерских компаний которые это все организовали они неплохие нехорошие они просто построили бизнес на том что в этой игре как ни странно выиграют всего-навсего 2 процента на постоянке хозяева казино выигрывать всегда вот такая история то есть эта игра и это ну это нужно понять сразу принять это но это я немножко отвлекся и так зачем делаем помощнее а за деньгами до благополучия благополучия в длинном в длинном смысле слова это ближе к миру инвестиций то есть тот кто вкладывает надолго на на большой срок те очень близки к этому понятию трейдеры так как мы сейчас говорим про трейдинг вот эта ловушка она идет только из рекламы я не знаю спокойных может быть одного-двух в меру бы упитанных разово щеких трейдера таких позициональных среднесрочника я знаю все остальное это это тяжелая тяжелый удар по здоровью но мы перейдем к следующему пункту б зачем если неблагополучие в каком-то большом смысле слова обведем слова благо то это дополнительный доход дополнительный доход это конечно что то такое более приземистая да такое простое но очень желанное и опять возвращаясь к след первому пункту этого зачем мы возвращаемся к тому что человек приходит в новую сферу не удовлетворенные предыдущими своими достижениями то есть это значит что работая там на заводе либо в сфере торговли либо в сфере услуг он не достиг того уровня благополучия либо доход его на данный момент его не устраивает он ищет что-то дополнительное с одной стороны это плохо он не реализовал себя в предыдущей сфере и в этом может не его вина но может и его то есть его личное качество какие-то там целеустремленность настойчивость вера в себя там в успех командная работа они не дали ему того количества дохода который нужен да ему на данный момент он ищет что-то еще то есть это все говорит о том что человек приходит в трейдинг в очень агрессивную среду не удовлетворенным он приходит обиженным и это очень большая проблема почему потому что он приходит с проблемами в сферу который абсолютно не знает 3 c что-то мне тут как-то все исчезает надеюсь звук будет хороший это компетентность о чем я говорю когда люди приходят задавая вопрос зачем я прихожу для того чтобы заработать денег либо в большом понимании либо в каком-то краткосрочном чтобы решить свои проблемы но никто не задает вопрос я прихожу сюда чтобы заработать конкретно вот эти деньги но кто их заработал до меня к примеру вот вы допустим устраиваетесь на работу на завод и перед тем как устроиться вы что делаете конечно спрашиваете либо гуглите в интернете либо спрашиваете у своих знакомых а сколько на заводе платят денег и он говорят платят там столько-то тысяч рублей и вы говорите да нормально мне устраивает я могу тратить на это время свое время свою жизнь свои силы когда вы приходите в трейдинг да то вы приходите зачем за деньгами но за какими деньгами за какими именно вы деньгами приходите сколько это денег не сколько вы хотите а сколько сколько зарабатывает кто-то другой чтобы вы могли на это ориентироваться и этого числа нет понимаете то есть это просто к это бездна где включается ваша фантазия и начинает генерировать какие-то числа миллионы миллиарды триллионы вот наверное трейдеры они зарабатывают столько что вот просто нет предела у них нет начальника у них нет вот этих проблем с которыми не пришли понимаете и получается что вы попадаете в сказку как ни странно это звучит сказка о том что вы здесь можете преуспеть с большим вопросом сказка что вы можете это делать регулярно это что вы в принципе это можете делать какой-то с каким-то календарь количеством ожиданий конкретным да что вот трейдер вася допустим мой знакомый который живет соседней квартире либо в городе и я его лично знаю вот он заработал на машину примеру или на квартиру или что-то или пол или он зарабатывает 1000 рублей в день к примеру я это точно знаю и это классная мотивация как минимум мотивация может этот трейдеры там и завтра и сольет все на самом деле но это пример у которого большинство которых его просто нет и это при допустим когда вы начинаете и у вас что-то не получается вам не за не на что упасть понимаете нет той базы ну допустим мост на работе что-то не получается у вас там наказывает не платят премию но но вы понимаете что если вы будете работать хорошо вы будете получать то на что вы собирались прийти понимаете а здесь этого числа нет это может быть 0 может быть бесконечность а может быть минус бесконечность вы можете потерять минус бесконечность своих и чужих денег это для вас новость на начальном этапе поэтому странно мне доска себя ведется не магия поэтому друзья мои если вы не ответите на этот вопрос то заниматься любым делом который вы не знаю даже коллекционировать бабочек если вы не ответите на эти вопросы не стоит если вы и хотите получить от этого финансовое удовлетворение и решить свои вот эти вот вопросы собственно это первый момент давайте перейдем забыл сказать да мне тут небольшая вот это вот благополучие очень важный момент мы сейчас к нему вот вернемся блага оно должно опять же компетентность то есть вы же вы понимаете в этом в конкретных числах или нет так здесь видно будет нет то благополучие нужно выражаться в конкретных числах это как визуализация примеру вот вы хотите велосипед да вы должны представлять что вы хотите конкретные да вот это на вот этих колесах вот такое большое там с рулем и все и рано или поздно по теории притяжение вы его притянете в благополучном благополучие вот в этом тоже должно быть число чтобы допустим как-то как-то сравнить да и понять вам в чем разница вы должны ориентироваться на мир профессионалов да опять же компетентных людей в этом вопросе примеру трейдер вася зарабатывать тысячи рублей в день а сбербанк дает по вкладам там четыре с половиной процентов годовых в рублях в там в валюте там 0 5 полтора процента да а вы заведя в 100 долларов хотите и 100 долларов сделать конечно же непременно миллион или миллиард или десять тысяч или сколько-то еще не понимая да что в профессионалы компетентные в этой сфере дают вот такие проценты они они не злые не добрые не жадные это их бизнес они берут под одни проценты дают под другие у других коммерческих банков что-то там получше к примеру дела обстоят дают больше процентов у них могут быть трейдерские отделы либо это могут быть проб тренинговой компании которые привлекают денежки там торгуют иногда в плюс иногда в минус но генерируют какую-то квартальную прибыль как правило квартальную не месячную квартально и в общем и целом это вот такой бизнес построенный на числах от долей процентов годовых до допустим десяток процентов годовых вот и это мир профессиональных профессионального и трейдинга и инвестиций на долгосрочной основе вы должны принять эти правила такие правила игры американские хедж-фонды в лучшие времена давали 20 процентов годовых в долларах если вы собрались завести 100 долларов то в конце года вы можете рассчитывать на 20 долларов сверху и вы скажете да нафиг она мне надо я могу сейчас взять 100 долларов купить и не знаю там что-то там продать там и у меня будет 200 долларов и вы и вы будете правы понимаете но и на рынке вы можете из 100 долларов сделать несколько сотен тысяч долларов такая возможность тоже есть но вероятность ее очень мала и в реальном мире из 100 долларов сделать несколько сотен тысяч долларов тоже есть такая вероятность и она тоже мала и вы должны понимать что это примерно одинаково Но там вам надо бегать, а здесь вам нужно сидеть и разбираться со своей психологией. Поэтому это должны конкретные числа быть. И мы с вами идем дальше. Но, как правило, самая большая проблема в торговле и цель, с которой приходят люди на рынок, является не дополнительный доход. Является не благополучие, а... Вот зачем приходят люди на рынок. Вы, конечно, можете сказать, что это не так. Но, подойдя к зеркалу и посмотрев в него внимательно, вы со мной все-таки согласитесь. Дело в том, что, как я начинал, в рынок приходят люди, не удовлетворенные своей предыдущей, можно сказать, жизнью. Там пилит жена, не хватает денег, хочется того, что есть у других, но нет. И возможности, допустим, на работе карьерного роста нет. И что-то делать неохота, к примеру, куда-то ездить, что-то там зарабатывать и так далее. Поэтому я просто открою компьютер и начну там что-то клацать. И, как, опять же, из рекламы говорят, это может принести хорошие деньги. И мне помогут, мне откроют, мне все запустят. Я поставлю там лучший софт, куплю лучшие мониторы. Обязательно побольше. И буду посвящать все время, и у меня все будет получаться. То есть, это прямая дорога вот в этот пункт. Люди хотят самоутвердиться. Они хотят, чтобы ими восхищались. Это нормально. Какой-нибудь молодой человек, уже не очень молодой, в кризисе среднего возраста, хочет, чтобы его ценили родственники, чтобы его ценила супруга. Что вот мой-то разобрался с рынком, сидит, рубит. И теща рада, и дети, и родители, и все. И я король мира, я наконец нашел то, что хотел. Это называется самоутверждение. Это не хорошо, не плохо. Вы должны просто понимать, что эта штука, она в нас есть. И она вас тянет. Она везде вас тянет. Понимаете, даже вы поехали на рыбалку, вы ловите рыбу, она вам не нужна. Вы просто самоутверждаетесь. Вы пришли на рынок в большинстве случаев именно из-за этого. Вы могли преуспеть в другой сфере, на самом деле. Оглянитесь назад. Сколько судьба предлагала каких-то интересных путей. Но вы утверждаете здесь. Почему? Потому что не надо жопу отрывать от стула. Нужно просто сидеть, анализировать рынок и все. Это вам нравится по итогу. Потому что вы становитесь небольшим игроманом. А потом большим. Самоутверждение. Итак. А. Я делаю то, что не... Не. Я скажу даже так. Не понимают. Другие. Это мощное утверждение. Просто супер. Никто из моих друзей не понимает, что я делаю. Я вот торгую на рынке. Покупаю там золото, там какие-то валюты, нефть. Там я разбираюсь в новостях. А мои друзья работают на заводе, бухают в гаражах. А я с этим разбираюсь. С одной стороны, это классно. Но с другой стороны, если у вас получается, это здорово. Но если вы сразу задали такую планочку, что они вот там вот такие, а я вот здесь вот такой. И я занимаюсь, чтобы быть отличным от них. Это очень плохая штука. И она тупиковая. Почему? Потому что если у вас перестанет получаться, вы станете алкоголиком. Понимаете? Вы можете просто скатиться. Потому что у вас нет подстилки, куда упасть. Под вами бездна. Причем это бездна финансово отрицательная. То есть, минус по деньгам, он просто в бесконечности. И вы должны это понимать. И вот такие утверждения, это конечно, это дичь. Второе утверждение, я думаю, тут будет видно, Б. Это, она звучит так. Я могу разобраться с любым вопросом. Вот это утверждение, оно ближе к людям, которые чего-то достигли. Ну, какой-то, допустим, предприниматель, добился успеха, сеть магазинов, ресторанов, что-то, не знаю, какой-нибудь бизнес. Ну, у меня были и строители знакомые, и всякие хозяева таксопарков. Это другой тип людей. Я смог там, я победю и здесь. Вот такой вот у них месседж. Эти люди теряли огромные деньги на рынке. Ну, огромные я имею ввиду. Ну, например, миллион в день. Вот, ну, рублей. Каждый день он фунта заряжает по миллиону, и фунт их проглатывает. Вот, они могут разобраться с любым вопросом. Почему у них не получается? Ну, участие их не получалось. Ну, в принципе, у большинства предпринимателей такие проблемы. Из-за вот этого ложного утверждения. Потому что в реальном секторе экономики они могут решить проблемы разными своими и хитрыми способами. Какими? Где-то надавить, где-то дать взятку, где-то перехитрить, где-то обмануть. Где-то им может просто повезти. Где-то знакомые, понимаете, где-то коррупция. И вот так, где-то связи какие-то. Раз, раз, все, пошло, поехало. А в рынке этого нет. Между ними и монитором ничего нет. Просто воздух. И не на кого надавить, понимаете. И они остаются один на один со своими человеческими слабостями, страхом и жадностью. И они их топят. И третье, самое важное, ложное утверждение. Само утверждение, я думаю, здесь будет видно. С. Звучит так. Я докажу всем, что я могу победить рынок, слона, космос, вселенную. Я докажу всем. Это самое страшное. В принципе, эта штука, она с одной стороны здорово вытягивает вас из минусов. То есть, допустим, у вас раз рынок, осёк, два рынок, осёк, три. И вы можете, конечно, повесить нос и уйти в другой сектор экономики. Но если вы вот такой вот боец, это может спасти. Но на начальном этапе это кошмарное зло. Вот это я докажу всем. Она растет из того, что у меня вот там ничего не получилось. Но я докажу в новой сфере, что я всех победю. Понимаете? Вот что это такое. И вот с таким флагом идти на валютные амбразуры, это просто кошмар. Если у вас есть такие знакомые, смело отговаривайте от этого вида деятельности. У меня сегодня такое немножко минорное выступление. Но оно должно отрезвить многих. Что у вас таких ложных утверждений не должно быть в принципе. Если вы собрались доказать всем, что вы супертрейдер всея Руси, вы должны задаться вопросом. А вы один такой? Вы родились под какой-то специальной звездой? У вас IQ за 200 или что-то такое? Представьте, допустим, вот такую простую игру. Сколько может быть в мире трейдеров? Миллионы. Сколько трейдеров лично вы знаете, которые, скажем так, прорвались? Ну, 10, 2, 10, 15. Сколько кто-то может назвать? Или в принципе знать. То есть это количество, которое вы даже можете сейчас сгенерировать, оно будет вмещаться на пальцах одной руки. Это и китайские трейдеры, и индийские, и малайзийские. И о них, возможно, кто-то писал. И победители ЛЧИ, которые потом льют инвесторам, как из ведра. Это все они, понимаете? И в этом всем многообразии вы, которые пытаются попасть в 2% успешных трейдеров и заниматься этим делом. Чтобы остаться с такими утверждениями, нужно любить это дело просто бесконечно. Изначально любовь к этому делу вы не можете привить, потому что вы не знаете, что это такое. Соответственно, чтобы это дело полюбить, нужно им довольно долго позаниматься. Вы не можете сказать, что я люблю станкостроение. Понимаете? Сейчас, к примеру. Но если вы им позанимаетесь лет 5-10, может быть, вы вообще будете с ума сходить от этого дела. Но в любом случае, я докажу всем, не зная, что это такое, но я все равно докажу, это называется упрямость осла. Ну, или барана, кому как удобно. Поэтому вот с такими ложниками в рынок, конечно, тяжко. Продолжаем развлекаться. И следующий вопрос, на который мало кто пытается ответить в начале, это чем я готов рискнуть. Рисковать. Если мы говорим о какой-то долгосрочной игре. На самом деле, три ответа. А. Всем. Б. Какой-то частью. И. С. Чужими. Либо кредитными, не дай бог, конечно. И так, на самом деле, главный вопрос. Потому что, по большому счету, то, что вы делаете на рынке, ну, подпадает под предпринимательскую деятельность. Вы что-то продаете, что-то покупаете, разницу берете себе. Но чтобы что-то купить, вам нужны какие-то средства, да, чтобы это сделать. По-другому никак. Так, задайте себе вопрос. Либо погуглите, какая статистика у предпринимателей после трех лет работы с новья. Ну, допустим, открывается новое предприятие, ИПшник. Сколько он существует? Погуглите, вы увидите. Три года уходит с рынка там 80%. В лучшем случае. То есть, такая суровая правда жизни. 80% новых магазинов, которые вы видите, открываются, закрываются с убытком, и люди теряют деньги. Что значит магазин? Да, нужно минимум, самый маленький магазин, нужно завести товаров, там, хотя бы на миллион, а лучше на несколько. Ну, естественно, его сделать изнутри, там, как-то облагородить еще миллион, еще на какое-то первое время на зарплату сотрудников, там, хотя бы миллиончик, да. Ну, и службам раскидать. Вот, пожалуйста, несколько миллионов нужно, чтобы открыться. Ну, и до, до, там, год-два и кря, понимаете, все. И люди разоряются в секторе реальной экономики, где, пожалуйста, вот он идет человек, ему что-то можно купить, продать. Здесь статистика еще меньше. Средний срок жизни счета три месяца. Три месяца, не три года, три месяца. Вы должны это понимать. Вот. И 99,9% кто открывает счет первый, после трех месяцев его просто нет. Вот такая статистика. Но, единственное, что можно попробовать небольшими суммами или даже бесплатно. Так вот, вы приходите, допустим, вы отучились у кого-то, прошли курсы, все, увидели, что, в принципе, можно зарабатывать. Но, никто не задается вопросом. А чем я буду рисковать? И один из великих финансистов, не буду говорить кто, погуглите сами, сказал одну очень важную фразу в свое время. Вот и все. Понимаете? Это слова одного из самых крупнейших финансистов нашего времени. И когда вы приходите на рынок, вы должны это четко понимать, что здесь все идет от рисков. Как рассказывал один одесский трейдер, работайте от рисков. То есть, у вас есть, допустим, два, три варианта. Вы можете рисковать всеми деньгами, которые у вас есть, и мне вас жаль. Второе. Вы можете выделить под трейдинг какую-то часть денег, либо вы можете взять в управление у кого-то под договор, либо по честное слово. Если вы собираетесь рисковать всем, вам кажется, что это не вы, а рано или поздно вы им можете стать, то мне вас, конечно, жаль. Потому что такие люди заканчивают жизнь очень быстро. Но иногда она у них бывает яркая, но короткая. Часть. Часть денег. Здесь интересный вопрос. Смотрите. Вот эта часть, она может какое-то время жить. Вот. И даже в рамках моего разгонного метода, допустим, вы можете выделять, так же, как и в инвестициях, например, часть, 10% своего дохода, вы аккумулируете в финансовый сектор. Это могут быть инвестиции, это может быть какой-то позиционный трейдинг. И при этом вы будете понимать, что у вас нету вот здесь страха потерять все. И с другой стороны вы понимаете, что свои 10% от ваших доходов не так уж и много, чтобы идти потом прыгать с моста. Это очень важно. То есть у трейдера, либо управляющего всегда должна быть подушка. И это очень важно с точки зрения психологии. Ну и третий вариант, он такой интересный. Почему? Потому что, ну, это такой для вас обнадеживающий фактор. Дело в том, что в сети лежит огромное количество глупых денег, которые рано или поздно кто-то потеряет. Ну, то есть, грубо говоря, в сети есть рынок предложения денег на управление. Форекс, фондовый рынок и так далее. То есть есть инвесторы, которые ищут, куда вложить деньги. И этих людей много. Если вы пытаетесь стать не просто каким-то трейдунишкой управляющим, то вы на эти деньги можете претендовать. Хотя бы с точки зрения позиции, с той позиции, если у вас хорошая система и стабильная психика, что вы, как минимум, инвестору эти деньги не потеряете. И это такой благородный шаг, который, с одной стороны, вас будет поддерживать, с другой стороны, наполнит ваши счета деньгами, которые, с одной стороны, без договоров не обязывают ни к чему, с другой стороны, если в договоре прописано, допустим, риски 20-30%, то, допустим, в худшем варианте, потеряв эту часть депозита, вы просто расходитесь мирно, и человек ищет другого инвестора. Это нормально, это правильно и это цивилизованно. Но понятие рисков должно быть. Самый главный ресурс в этой жизни, как вы знаете, это время. Сколько вы готовы тратить на эту сферу деятельности, знаете вы ее или не знаете, но вы должны с самого начала заложить это число, для того, чтобы у вас был такой психологический якорь. С самого начала. Потому что проблема этого занятия в том, что оно не регламентируется по времени. Если у вас есть основной вид деятельности, который я ни в коем случае не рекомендую никому бросать, даже если вы нашли самую золотую стратегию, это то, что вы должны очень четко сказать себе сразу, сколько вы готовы потратить, с одной стороны, денег, с другой стороны, времени, на это занятие. И, соответственно, первый вариант. Это круглосуточно. Я думаю, вы знаете, да? Что такое тоже может быть, кто уже торговал. Дальше там несколько раз в день и третье там, допустим, один раз в день. Один раз, ну, я имею в виду, там, один подход. Как в спорте. Итак, круглосуточные варианты. Если вы попадаете под вот этот пресс, вы становитесь игроманом навсегда. От игроманий избавиться практически невозможно. Это такой симптом, который может осечь только серия очень сильных поражений, которая ломает психику. То есть, если вы будете торговать круглосуточно, рано или поздно вы получите психологическую травму. Так устроен человек. Человек не робот. Если вам кажется, что торговля это такое веселое занятие, где вы прогуливаетесь по рынку, иногда зарабатываете, иногда теряете, это совсем не так. Это постоянная борьба страха с жадностью, надежды, пересидки, доливки, взрыв одной, другой, третьей карточки. Все это именно вот отсюда. Если у вас есть хороший, качественный игроман, который целыми днями сидит и пытается заработать на минутном таймфрейме, обязательно скажите мне его. Мы его найдем, будем копировать его сделки в обратную сторону и заработаем кучу денег. Потому что сильнее, чем льет человеческая психология, не льет ни один робот. Несколько раз в день. Это значит, что вы работаете, где-то, не знаете, ведете автобус и посматриваете на графики. Я, кстати, видел трейдеров, таксистов, которые что-то там пытаются, кстати, ну, раньше на Форексе, сейчас там через Тинькофф что-то заработает. Самые, самые живучие установки, это как можно реже закладывать свое участие в рынке. Как вы понимаете, это среднесрочная дневная торговля. Именно оттуда растут самые стабильные трейдеры, которые потом переходят в управляющих и переходят потом в мир инвестиций. Вот именно отсюда. Я согласен, что вы можете пройти вот этот путь, который будет стоить очень много денег, либо вы его уже прошли, но вы должны понять, что все деньги лежат вот здесь на дне. И чем быстрее вы это поймете, тем дешево, дешевле вам это будет стоить. Что я предлагаю? Смотрите. Вы можете подумать, что сейчас пойдет какой-то рекламный блок, и я начну продавать свои курсы, но это не так. Я не занимаюсь массовым профессиональным обучением, иногда беру ребят, но очень редко. Я вам сейчас хочу поменять концепцию подхода к торговле, которая позволит вам выжить в этом мире трейдинга и в итоге настроить его как бизнес. Итак, это то, о чем мечтают многие те, кто начинал. Самоутверждение, все дела. Вы рабочий на заводах, а я трейдер. это ложное утверждение. Мы его меняем на утверждение «я управляющий». В чем разница? Давайте управляющий будет видно. счетами, позициями, портфелями. Портфелями. Видно. Итак, что значит утверждение «я трейдер»? Это значит, что я маленький, злой, бедный, игроманчик, который сижу где-нибудь в нижних пендюках, закрытый в своей маленькой комнате и сливаю свои последние 100 баксов, занимая периодически у друзей. Что значит «я управляющий»? Управляющий в принципе это тот же трейдер, но более широкого плана. у вас есть какая-то публичность, то есть вас управляющий как правило управляет не только своими деньгами, как здесь счетами, своими либо чужими в том числе, это накладывает естественно ответственность. Минимальная публичность сразу накладывает ответственность. И вы 10-500 раз подумаете перед тем как куда-то вляпаться, стоит ли это делать и начнете считать объемы, считать позиции, считать деньги на этом счете, на этом. Сколько допустим денег с этого счета перевести допустим на фондовый рынок, с этого сколько допустим на валютный рынок, и где-то допустим стать в какой-то позициональной долгии фондовой истории допустим по каким-то крупным акциям, либо часть денег перевести допустим в IPO либо OTC, вы начинаете заниматься бухгалтерией. Потому что все постоянно забывают, что трейдер это не тот, кто просто клацает, купил, продал, угадал, а это человек, который занимается, который считает, он должен считать. Посмотрите фотографии трейдеров хотя бы 2000-х годов, хотя бы их рабочих столов, у них везде лежат калькуляторы на столах, потому что они постоянно считают, они не гоняются за идеями, понимаете, если вы просто примете простое утверждение, что вы работаете один к одному, то есть вы можете угадать, может не угадать, каждый раз вы просто будете либо зарабатывать 100 долларов, либо терять, то вы перестанете гоняться за, ну как говорят трейдеры, поймать бога за бороду, вот все, я поймал этот тренд, а это и есть самоутверждение, в попытке поймать вершину рынка, дно рынка, купить по самым лучшим ценам, либо продать по самым шоколадным хаям, это и есть ваше самоутверждение, потому что у вас должна быть установка правильно распределить деньги, чтобы они приумножили деньги, понимаете, а не самоутвердиться через поимку каких-то движений, это невероятно важная вещь, я вижу это везде, я вижу это в чатах, я вижу это на форумах, я вижу это в роликах ютубовских, все пытаются самоутвердиться, понимаете, все хотят сказать, я самый лучший, я знаю больше всех, понимаете, у меня лучше всего получается, но за скобками остается банальная математика, вы должны просто чисто плюсовать, для этого вы должны хеджироваться, распределяться, и чем больше вы, чем шире вы будете управляющий, тем меньше у вас будет страха, потому что вот здесь вот трейдер, у которого один счет, вот этот вот, и который постоянно боится его потерять, он уже готов его потерять, потому что он его потерял вчера, потерял позавчера, понимаете, он терял его 10 лет, и он знает, что этой сотке максимум жить 2 дня, а управляющий, у которого там хотя бы 3 счета, а лучше 5 или 10, у него нет мысли, что он что-то потеряет, для него это непостижимое что-то, понимаете, это, это, у него даже нету мысли, потому что это чужие деньги, а это свои, а это какие-то долгосрочные, это я там держу позиции там на 3 года вперед, понимаете, тут я накупил аэрофлота, Газпром нефти, там, здесь, здесь у меня американский рынок, здесь я участвую в IPO, здесь я зарядился в OTC, здесь я продал золото на долгосрок, здесь я купил нефть в O50, понимаете, и стою вот в этих позициях, и все они колышутся там из плюса и минуса, но периодически на плюсах вы фиксируетесь, понимаете, выжимаете из этого свои дивиденды, свою маржу, вот, вот к чему нужно стремиться, даже если вы плохо торгуете, допустим, это не значит, что вы можете быть плохим управляющим, это значит, что ваш страх, который вызван маленькими депозитами и неправильными установками со всеми там самоутверждениями, неправильными целями, переводит к тому, что вы превращаетесь в трейдера до мушника, который сидит дома и льет втихаря, и никто об этом не знает, а люди просто видят, что нет денег, а он говорит, что я занимаюсь, ребята, тем, что вы даже не представляете, а все говорят, а где, где от этого всего блага, а их нет, только потраченное здоровье и годы, поэтому, ребята, вот из этого, вот сюда очень простая дорога, открывайте как можно больше, как можно раньше, хотя бы самых маленьких инвестиционных счетов и привлекаете эти инвестиции, и пусть это будет минимальный, пусть нам по доллару там будет лежать, это уже хорошо, это психологическая база, подушка для того, чтобы вы были уверенными, чтобы вы ничего не боялись, понимаете, ну, представьте, например, вот, опять же, возьмем там тот же автобизнес, который в свое время меня кормил, вот, и он мне близок, вот у вас одна машина, допустим, на продажу, вот, и она зависла, ее не покупают месяц, два, три, вам нужно кормить семью, у вас появляется страх, понимаете, и вам звонит какой-то покупатель, вы приходите, и вы уже говорите, там, я уже скину все, там, уже чуть ли не в минус, забери эту машину, и покупатель не берет, почему, потому что он видит в ваших глазах страх и понимает, что что-то не так с ней, а она может быть и нормальная, понимаете, но он видит, что вы, вы на измене, вот, и вы ее не сможете продать годами, понимаете, а если у вас их много, у вас их 10, или 20, понимаете, это нормально, как вы будете себя чувствовать, да вы будете вообще спокойны, понимаете, человек пришел, и вы будете, да хочешь, бери, хочешь не бери, ее завтра заберут, она, она классная, все, и человек услышит бархатные нотки в вашем волосе, заберет, понимаете, это уверенность, она раскрывает все чакры, и вы становитесь совсем другим человеком, и жизнь становится другой, вот он, этот путь, понимаете, я не говорю о том, что вы будете классным управляющим, может вы будете, вы просто сохраните людям деньги, и это нормально, другие будут лить, а вы им просто сохраните, и это уже хорошо, но вот в этой части есть будущее, вы можете подключать людей по партнеркам, вы можете там получать какой-то возврат спреда, комиса, крутить там, там около нуля, там эти, не знаю, там сетки, там обратные хеджи, арбитражи, даже на этом можно жить спокойно, главное, чтобы у вас в душе был don't worry be happy, и вы из трудинишка домушника превратились в человека, который как минимум не теряет из тех 98%, которые по неумолимой статистике на плечевом рынке присутствуют. Вот такое вот у меня для вас такое вводное занятие, которое, надеюсь, вам немножко приоткроет глаза, ну и поможет определиться в этой сфере. На этом все, если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, будем продолжать на еженедельной основе записывать подобные видеоролики. Всем пока!